Вы готовитесь к отопительному сезону? К отопительному сезону я даже думать об этом ничего не хочу, понимаете? Себя расстраивать с отопительным сезоном. Конечно, уже готовы. Как вы готовы? Как мы готовы? Субсидию будем брать. А что делать, если бы не было субсидий? Как бы вы экономили вообще на коммунальных услугах? Я бы попыталась отключить вообще отопление. Просто его почему-то в жилых домах не отключают. И могла бы держать температуру в доме там 15 градусов, 12 градусов, понимаете? То есть одеваться тепло и просто жить как бы? Такую, чтобы можно было оплатить и что-то еще оставалось на жизнь. Понимаете? Потому что это ненормально. На самом необходимом не экономят. То есть отапливаться будете? Ну, а как же? Греться надо. Экономить? Я вам расскажу, как я буду экономить. Первое, я сейчас пойду отрежу газ. Второе, куплю индукционную плиту, которая имеет с обычной плитой электрической на 70% экономии. Все. Ну, может быть, мультиварку куплю. Этого достаточно. Это будет дешевле намного. А на воде, вот на горячей, на холодной? Горячий бойлер. Я уже два года, как не пользуюсь горячей водой. Бойлер намного дешевле. Намного. Для меня намного дешевле. Потому что горячая вода, это уже она бриллиантовая будет для нас. Ну как, у меня котел твердотопливный дома. Дрова, уголь. Уголь закупили? Говорят, уголь очень дорогой сейчас. Ну, пока не покупал. У меня он просто экономный котел. Поэтому рядом, там, где я живу, продают в мешках по 30 килограмм 115 гривен мешочек. От меня там 10 минут ходьбы, поэтому, я думаю, дрова заготовил. И с работы буду возить. И дворником работаю. Дворником работаю. Ну, то, что где люди выкидают, где хорошо лежит, все. Собираю на тачечку и везу домой. А дома уже как бы... Ну, а раньше закуплял, да. Когда было немножко подешевле, закуплял. Ну, а сейчас как бы своими силами. Хотя он от электричества, конечно, пока есть свет, пока он и работает. Света не будет, конечно. Одеваем побольше свитеров на себя. Под одеялко, да, спрятались. Вот говорят, что многие сейчас будут не платить в связи с невозможностью. Как вы к этому? Ну, я бы как советовала бы так и делать. Всем нормальным людям. Просто отказаться от всего. Закрыть дверь и никого не выпускать. Все. И пусть всем, да, начисляют субсидии. Просто всем 50%. Лучше бы не поставили индивидуальные счетчики на каждую батарею в квартире. Вот это было бы лучше. Мы платили бы по факту. Есть колораж тепла соответствующий? Мы заплатили. А то так. Счета приносят, а батареи чуть теплые. И теплосеть никакой ответственности не ищет. Ну, как экономить? Как пользовалась, так и пользуюсь. Ну, не сильно много, конечно. А больших тарифов не боитесь больших, что придет вам большая сумма? Как не боюсь, боюсь. Безусловно, боюсь. Так все женщины переживают их озеро. Как готовимся, видите, как? Хорошо готовимся, утепляемся. Очень просто. Куплю буржуйку, буду топить. Буржуйкой? Да. А что остается? Такие цены. А не боитесь, что может пожар быть? Не будет пожара. Мы же застрахованные. А кем вы застрахованы? Ну, я не помню. Жена там страховала. Ну, во всяком случае, будем надеяться, что не сгорим. Сейчас отрежете батареи и будете буржуйкой? Отрезать их никто не будет обрезать. Оплачивать не будете? Нет, не будем оплачивать. Буржуйку покажем, что мы топим. И все. А куда вот дым, угарный газ будет уходить? Ну, куда? Как и в эти газовые печки, тоже шугарный газ уходит. Так что... Просто так, да? Все нормально будет, да. Так что будем стараться пережить эту зиму. А как не экономишь на полторы тысячи зарплаты? Чтобы купить все и обогреться. А вы в доме живете, в квартире? В доме. А как в доме? Вот сейчас углем топитесь или газом? У нас газа нет. Углем, да? А вот уголь, говорят, очень дорогой сейчас там, буквально. В принципе, и нету. У нас в селах нету. Все? Не возят. Дровами? Дровами. Вот то, что нас собирали, пилить. А где дрова берете? Посадки собираем. Все, лето, наверное, собирали? Пилить же нельзя. Штрафы большие. Сушняку то собираем. И так потихоньку отлаживаем. Я бродяга, поэтому не знаю, как я проживу эту зиму. Говорят, будет холодно. Но я бомж, что с Абропольского брали. А где вы живете? Между небом и именем. К топительному сезону? Уже приготовился. А чем? Как? Дровами. Дровами? Да. А вот потому что уголь дорого? Нет, просто дровами удобно очень. Очень некомфортно. А где вы их брали? Купил. А сколько сейчас стоит дрова? Расскажите. Дрова? Ну, за куб 500 гривен. Это прямой эфир, да? А на сколько хватит дров за 500 гривен? За 500 гривен дров? Дом это? Частный дом, да. И сколько? На месяц. То есть это на зиму где-то? Пять кубов. Пять кубов. Две с половиной тысяч? Да, да. Именно. Это дешевле, чем? Намного дешевле, чем газ и электричество или уголь. А мы давно утеплились. Теперь нам уже нечего бояться. У нас наоборот, зимой жарко. Утеплились, то есть вы готовы к тому, чтобы вообще не топили? Не, ну вообще не топили так же нельзя. Окна поставили, двери поставили еще давно, поэтому... В квартире тепло? В квартире тепло, да. Даже когда у всех тепло, у меня жарко. А как платить? А как платить, это уже посмотрим. Мне тоже это, меня интересует тоже. В поле? Всем тяжело, но оплачивать будем. Все же хотят, чтобы были квартиры на место. Поэтому... А экономить или как-то вообще? Ну экономим сейчас на всем. Ну только не на них. Только не на них. Да, только не на них. Все им лучше. Им будет тепло, хорошо и не голодно. Мы, родители, будем все делать. Да? Да? Да. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok